Причина, что сегодня мы празднуем день явления Сарасвад Такура здесь, в Чермайе, в этом Ашаме, говорит о том, что его беспричинная милость, она была пролита на нас, не только на нас, на весь мир. Мы знаем, что Шила Бхакти Винод Такур был великим пионером сознания Кришны, который написал множество книг и фактически возродил вайшнавскую традицию, очистив ее от сахаджи, от имитации, показав, что подлинное, что неподлинное. И тем не менее, всегда необходима личность. Личность — это самое главное. Мы находимся в личностном процессе. Мы всегда говорим, кто будет возглавлять Apple после ухода Стива Джобса, кто будет продолжателем, кто будет генералом. В Римской империи было такое правило, что когда империя находилась в разразительных обстоятельствах, выбирали диктатора. Диктатор должен был победить и отдать все права обратно Сенату. Часто это не получалось, потому что диктаторы хотели диктовать до конца. Но удивительный тот факт, что когда речь идет о духовных феноменах, диктатор необходим. В этом смысле мы можем назвать диктатором Христа или Чайтанио Махапрабуа, или любую другую великую личность, потому что великая личность приходит, и она устанавливает правила, она устанавливает процессы. Если говорить о нас, то понятно, что не следует чему-то сами, если мы искренне, мы не пытаемся заставить следовать других. Это естественно. Тяжело сидеть с сигаретой и говорить, ребят, не курите. Поэтому, когда приходит какая-то великая личность в этот мир, помимо своего величия, она играет роль идеального вайшнава, как, например, Махапрабу играл роль идеального саньяси, но если сказать, что кто может играть роль идеального преданного, отреченного, понятно, что никто. И поэтому Нейтенанда Прабу принимал тех, кто не в состоянии, может быть, следовать идеальным принципам, но, по крайней мере, пытаются служить. Но, когда речь идет о таких великих Ачариях, как Мадва Ачария, например, Мадва Ачария приходит и являет удивительное деяние, начиная с его проповеди, взаимодействия с окружающим миром. Мадва Ачария поднял одной рукой камень, который весил сотни килограмм, написал комментарии на все веды, полностью разбил Майя-Ваду, был в Гималаях, встречался с ведовьяством, написал свои комментарии к Гите. Удивительная личность. Во всех аспектах удивительная личность. Но время двигается, приходит Махапрабу, потом Рупа, Гасвами, Санатана, Кришнадарский вираж. Мы видим, что великий поток вайшнавов приходит в этот мир, и каждый из них, поскольку они не сходят из духовного мира, он несет какую-то свою удивительную функцию. Рупа, Гасвами, пишет сокровенную бхакти-раса-татву, Санатана, Брехат-бхагаватамри. Даже одного Ачария недостаточно. Каждый Ачарий берет свою часть работы, и в этой части работы являет удивительный пласт духовного знания. И тем не менее, в какой-то момент все эти огромные пласты духовного знания не сводятся к тому, что в Бенгале это становится фольклором, а во Вриндаване, как сказал Сарасвад Такур, я не смог найти ни одного подлинного вайшнава. Как быстро протухает что-то в этом мире? Да очень быстро протухает. Ты сам протух, если не помылся. Я протух. Как быстро протухает духовное знание? Да оно так же быстро протухает, как только мы начинаем им злоупотреблять, или манипулировать, или оправдывать себя. Поэтому в целом нашим грехам нет оправдания. Но Сарасвад Такур сделал удивительную вещь. После того, как Бхактивенот пришел и сказал, в целом человек должен в семейной жизни постепенно практиковать духовный рост. Это будет для него благоприятно. Но если нету на фоне настоящего генерала, Шидхар Мхараш приводит хороший пример, что торговец во время войны может разбогатеть так, как не разбогатеет никогда в жизни. И были батальеры, которые идут, там, битва, там, французы с русскими, какой-то там Сукерман ползет, там, кричит, ребята, винишкой не хотите, или там, минералочкой? Ты сидишь в окопе, сколько стоит? 100 долларов! Бросай 100 долларов, я тебе прошу бутылку воды. Ты скажешь, где можно продать бутылку за 100 долларов? На поле битвы. Может быть, это последняя баночка пепсикола, которую ты выпьешь в этой жизни. И поэтому тот капитал, то сокровище, которое мы можем обрести в процессе войны, невозможно сравнить с мирным статическим заработком. Поэтому если мы вступаем в армию, Махапрабу, вступаем в армию Сараслатида Кура, как партизаны, у нас здесь партизанское движение, но если нами руководит хороший генерал, то наш духовный прогресс может быть невероятно огромным. И те, кто приехали сюда, они понимают, что если бы я просто жил где-то дома, у себя дома, где-то там что-то слушал, имел бы какие-то абстрактные представления о сознании Кришны, это были бы миллионы жизней. Но вступив в миссию Сараслатида Кура, проповедническую миссию Сараслатида Кура, в первую очередь в концептуальную миссию Сараслатида Кура, мы можем получить духовный прогресс, к которому мы бы шли методом эволюции за миллионы жизней, методом революции. Поэтому что Сараслатида Кура – это революция. Если Бахтида Кура говорит об эволюции, то Сараслатида Кура призывает ему, что эволюция сознания – это процесс миллиардов перевоплощений. Поэтому веды говорят, сначала ты накопишь благочестивые заслуги, потом ты родишься в правильную югу, в правильной семье, при правильных обстоятельствах. Но материальный мир – это хаотичное, спонтанное место, здесь нет ничего правильного. И поэтому очень часто животные, деревья, демоны становились преданными благодаря соприкосновению с преданностью, с ваишнавизмом, благодаря самопожертвованию. Например, орел Джитайо заступился за ситу и достиг освобождения. Хануман был обезьяной, Прохлад Махараш был сыном демона. И мы сказали, ну в этой жизни твой отец демон, ты должен тоже быть демоном, но может быть, когда ты будешь хорошим демоном, через миллион жизней, может быть, ты станешь ваишнавом. Поэтому идея Сарасвати Такура состояла в том, что сознание Кришны нужно всем и каждому, здесь и сейчас. Мы думаем, что человеческие потребности – это сон, совокупление, еда, жилье. На этом построен весь мир. Все пытаются найти себе жилье, насладиться. И это является частью мировоззрения человека. Если мы придем в западную цивилизацию, мы спросим, в западного человека, в чем ваша идея, ради чего вы готовы рисковать? Он скажет, я готов рисковать ради детей, ради семьи, пойти на войну, защищать свою страну, свою родину, потому что я чувствую, что я должен защитить. Что вы, по сути дела, защищаете? Материстическая идея. Но Сарасвати Такур сказал одну очень важную вещь. Он сказал, что каждому человеку нужно соприкосновение с сознанием Кришны. И поэтому его идея была создать духовную миссию не людей, которые сидят и только лишь заняты практикой. Здесь множество буддийских пещер, мест, здесь рядом буддийский центр, где пять монахов сидят, они сами медитируют. Это всегда, так сказать, Тхировада и Махаяна. Спасать людей или спасать себя. Но идея Сарасвати Такура всегда в буддизм в два направления. Одни буддисты говорят, что нужно спасать только себя, другие буддисты говорят, что нужно быть бодхисаттвой ради блага всех живых существ. Но Сарасвати Такура, его идея универсальна. Начнешь практиковать и проповедовать сознание Кришны, это будет благо для тебя и благо для всех живых существ. Поэтому идея состоит, не практикуя, невозможно проповедовать, не проповедуя, невозможно практиковать. Ни один человек, если он просто будет Пуджария, или никто из нас не может забраться в комнату и читать по 300 кругов, 300 тысяч святых имен с утра до ночи. Может быть, Шамананда, который сидел в пещере, Харидас, Такура, не могли. То есть, они показали, что это не наш путь. И поэтому основная идея, то, о чем говорил Гасвай Махараш, это, что подлинно. Мы не говорим, что мы должны полностью деморализоваться, и как это сделали сахаджи, и таким образом считать, что мы подлинные, трансцендентные. Это вовсе не так. Подлинно это уровень самопожертвования. Всегда Шилосфидар Махараш сказал формулу сознания и самопожертвования. И Гуру-деф всегда это являл своим личным примером. Поэтому, когда Гуру-деф делал какие-то заявления, он не делал их, исходя из каких-то поверхностных представлений. Как говорил Шилосфидар Махараш, как говорил Гасвай Махараш, он назвал Сарасвати Такура Багаван Сарасвати Такура. Бхактивинода Такура мы называем седьмым Гасвами. Есть шесть Гасвами, а есть седьмой Гасвами. Почему? Бхактивинод все систематизировал. Он построил Йога Пит, он предвидел ведический планетарий, которым мы занимаемся. Он предвидел очень много вещей. Сарасвати Такур первый начал выставочную деятельность. Бхактивинод первую выставку открыл птице Святой Дхамы. Поэтому, если кто-то скажет ведический планетарий, это все поверхностно, чем вы здесь занимаетесь в Таиланде, фулл-дом или медиа, это не так. Это передовые идеи, которые были предвидены нашими учителями. Возникает только один вопрос. Кто придет, это и сделает. То есть, если кто-то думает, Бхактивинод предвидел ведический планетарий, он упадет на парашюте, как танк, и бам, перед нами. Парашют отстегнется, и мы все пойдем. Есть такая песня, прилетит друг волшебник в голубом вертолете, бесплатно покажет кино. Так оно и будет. Но мы должны с вами стать волшебниками, мы должны построить голубые вертолеты, еще долететь, чтобы они не упали. И поэтому Сарасвай Такур сказал так, если Нитранда Прабу открыл рынок святого имени, рынок, это всегда много людей приходит, покупают, кто-то дешево, кто-то дорого, кто-то великий, кто-то падший. На рынке всегда много мусора. Сарасвай Такур сказал, Бахтелен сказал, я хочу стать подметальщиком, я хочу разгребсти этот рынок святого имени от мусора, чтобы вычленить главные идеи. Но Сарасвай Такур сказал еще круче, я хочу стать метлой, может быть, я хочу стать инструментом Бахтеленода, а мы, может быть, должны стать маленькой палочкой в этом процессе, в этом венике, прутик. Ишил Гурдев говорил, сотрудничайте с теми, кто идет на сотрудничество, старайтесь объединить свои усилия. Существует очень много преданных, даже в нашей миссии, но они разъединены. Они могут приехать на фестиваль, на ваишнавский попейте, привет, как дела, но они, может быть, в силу времени, места, обстоятельства, они не всегда собраны в единое, целое. И поэтому наша идея с нашими проектами, такими как сайт Харе Кришна, сайт Махамандала, аудио-веда, стоит, чтобы объединить людей вокруг духовных идей, объединить их абстрактно, объединить их в сознание, в один кластер. Но, с другой стороны, у нас есть также проекты, где мы можем объединить людей в конкретные схемы, как этот Ашам. Это не просто Ашам, это место, где мы должны практиковать сознание Кришны, производить духовный контент и распространять его. И мы должны избежать всех посредников с помощью социальных сетей, интернета, можно самое сокровенное выдать напрямую. И это была идея Сарасвати Такура. Поэтому можем сказать, Сарасвати Такур, как он связан с интернетом, как он связан с миром современных технологий, Бхактинута это все предвидел. Вы думаете, что это без Кришны все появилось? Это просто Стив Джобс в Калифорнии сделал? Нет, нет. Все это было санкционировано Господом. И это, в первую очередь, было санкционировано Господом для того, чтобы духовное знание полностью распространилось по всему миру. Сейчас с помощью Фейсбука люди делают революции в Украине, в Сирии. Но это power play. Идея очень простая о демократии. Мы хотим, чтобы все были одинаковые. А мы не говорим, что все одинаковые. Мы говорим другую идею. У всех живых существ есть одинаковый шанс стать слугами Кришны. Понимаете, Наша идея какова? Мы имеем в штате одинаковый шанс рабами. Помните, как в Ильфа и Петро граждане, сдавайте валюту, граждане, сдавайтесь. И человек работает, живет в этом мире. И потом он понимает, бессмысленно на какой-то момент он начинает сдаваться. Но когда он приходит, он думает, все, я сдался. Но мы говорим, нет, нет, именно здесь настоящая работа начинается. Раньше ты бы работал ради себя. Представьте, если бы каждый здесь копал бы свою грядку огорода, сам бы себе выращивал манго, сам бы готовил его, сам бы себе предлагал бы и так далее. В этом не было бы никакой идеи, потому что не в этом есть, еще Христос сказал, он сказал, птицы не сажают, не сажают, призываем ли мы к тунеярству? Нет, мы не призываем к тунеярству, мы говорим о другом, что Сарасвати Такур говорил, я хочу открыть сознание Кришны, его спрашивали, в каждом городе, он говорил, в каждом сердце. На сегодняшний день мобильный телефон это то, что является атрибутом человека больше, чем что-либо в жизни. Он чаще всего в руках держит мобильный телефон. И если в его мобильном телефоне появится маленький апп с духовными идеями, Сарасвати Такур будет очень счастлив. Мы должны открыть храм в каждом мобильном телефоне. А когда мы говорим, у нас должен быть храм, Шейдар Махарджи говорил, я хочу сделать храм, где видны все планы бытия. Это можно нарисовать в компьютере и показать на видеопроекторе в фулл-доме человеку все планы бытия, все сознание. и это может быть так же. Сейчас уже очки, околос, сейчас все работают под околос, под очки. То есть мы можем все это сделать под новые современные средства. Один мой друг подумал, что ведической планетарии нерентабельно. Никто не представляет, насколько это рентабельно. Потому что в фулл-доме и в виртуальной среде нужно показать человеку то, что он никогда не видел. Любая игра, любой продукт в той или иной степени он уже это видел. А вот когда ты покажешь человеку реинкарнацию, планы бытия, планы сознания, самого себя, если бы кто-то скажет, что это нерентабельно, я хочу сказать, что это самое интересное, что бы я хотел увидеть в виртуальном мире. Виртуальный мир с помощью реальной реальности. Представляете, да? С помощью виртуального показать реальную реальность. Не с помощью виртуального завести еще в более глубокую виртуальную иллюзию. и когда мы говорим о этих идеях, это не наша идея. Я четко понимаю, что это не наша идея. Я здесь жил санскритолог до этого, этот Ашем пришел. Понимаете, какая ситуация? Это говорит о том, что Господь нам это дал. Через кого Господь это дал? Через Сарасвати Такура. Обычно в это время я был бы в Индии, обычно я всегда ездил на День явления Нитинанды Прабу, а потом приходил на Самадхи Сарасвати Такура. И я в прошлом году я пришел на Самадхи Сарасвати Такура и сказал, без тебя мы ничего не сможем сделать. Потому что ты являешься носителем всего. Единственное, что ты должен сделать, это дать возможность тебе послужить. Дай нам маленькую возможность. Может быть, мы это сделаем не совершенным образом, но дай нам такую возможность, и мы попробуем исполнить твою волю. И именно так сделал Прахупада. Гуру Таттва в целом это не Тинанда Прабу, это изначальный гуру Таттва. Гуру дает связь, но в случае с Сарасвати Такуром он занимает уникальнейшее положение. Помимо того, что он дает просто связь нам с духовным миром и показывает, что подлинно, а что нет, Сарасвати Такура занимает положение в когорте Расхаране. Нитинанда Прабу не являл сокровенной вещью. Он говорил, Баджи Гууранги, ты придешь туда и тебе там покажут. Это положение Нитинанда Прабу всем рассказать о Гууранге. И в этой связи мы можем сказать, что Сарасвати Такура он как Нитинанда, он дает весь, всю связь с Махапрабу, но с другой стороны в глубоком смысле слова, в глубоком смысле слова, в узком кругу мы знаем, что он занимает положение Мадхури Расы. Он связан с Радхаране. Он связан он на Яна Мани Манджаре. Его глаза прекрасны. И Шихар Махараш однажды получил его Даршан. Только один раз. Когда они были во Вриндаване, и проходили по Рикрыму, Сарасвати Такура жил в небольшом домике, и Шихар Махараш подумал, о, Гуру Дэф оставил свою обувь на улице, я должен занести. Он взял обувь Сарасвати Такура и хотел занести, но Сарасвати Такура в это время вышел, взял его за руку и сказал, Прабу, это мое служение. Сарасвати Такура очень стеснялся, что его обувь Шилашидар Махарадж. Сарасвати Такура не был, Касава Махарадж сейчас говорит, дело, ачария, внутренние, сокровенные смыслы, описание являть, но для Сарасвати Такура это было вот так. Гуру Махарадж говорит, Гуру, Сарасвати Такура говорил, я занимаюсь в матхе всем. Он не был только лишь теоретиком, он был великим генералом, он был стратегом, он был организатором, он был великим виженер и он выводил людей на Харинаму сам, то есть он был, он не был как бы разделен на какие-то части, он был целостный, единый человек, единая целостная душа, которая удивительные вещи. У него были немецкие ученики, европейцы и была такая история, что немецкие преданные по дворе раздевались до трусов и купались в бассейне. И соседний Бакбазар Гоуди Мат был недалеко от публичного дома, это было не очень хорошее место, но базар, базар, это место, куда идут люди, там были магазины, и поэтому Сарасвад Токур сказал, мы здесь откроем храм, потому что здесь трафикерия, рядом с рынком, рядом, и местные люди думали, ага, там публичный дом, а здесь Гоуди Мат, что там происходит интересно, что за немцы в труса ходят. и Сарасвад Токур донесли, что местные жители не особо понимают, что это происходит, какие-то белые в труса ходят. Сарасвад Токур сказал, построите крышу, беседку, чтобы местные люди не могли видеть, что у нас происходит. он не сказал немцам, о, вы неправильно, вы не должны принимать, там, не загорать, не свои ванны. Он сказал, местные жители, дайте им самый маленький шанс понимать, что происходит, но его немецкие ученики и другие преданные пытались проповедовать во время Второй мировой войны. Поэтому Сарасвад Токур создал когорту удивительных учеников, это в первую очередь его саньяси, ученики, такие как Шидхар, Махарадж Кешева, Махарадж Мадова, Махарадж и другие, которые стали великими проповедниками. Но Сарасвад Токур это была его идея проповедовать на Западе, поэтому он говорил про Хупаде и другим, вы должны проповедовать на Западе, вы должны нести эти идеи на Запад. Мир смотрит на западную цивилизацию. И я буду короток, потому что у нас была до этого длинная лекция, но идея Сарасвад Токура была брехат Майданга. Он хотел, чтобы его пресс, мы знаем, что пресс, он работает. Тидиш, 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 тидиш. Для Сарасвад Токура это был некий Киртан, Мриданга, пресс, книги. Если бы Сарасвад Токура был сегодня, он бы занимался интернетом, аппами. Я говорил преданным, что для меня гораздо важнее пример жизни Бахти Лолиты, когда она попала в аварию, она отдала все свои, всю компенсацию от страховки, она отдала, понесла гуру-деву. Он ничего не оставил из себя. Мы ожидаем, что здесь люди отдадут полностью всю свою энергию делу Сарасвад Токура, делу Шитхара Махараджа, делу проповеди. Шитхар Махарадж сказал, если есть хороший генерал, то армия может быть набрана из неквалифицированных солдат. Он привел пример Наполеона. Когда Наполеон потерпел фиаско в России, он вернулся во Францию и провел рекрутинг. И он понимал, что армия не самая лучшая. Это нестрелянные люди. Но Наполеон был гениальным военным стратегом. И поэтому мы так же. Мы здесь все новые рекруты. Мы не особо знаем, что это осознание Кришны, не особо понимаем большинство здесь людей. Я думаю, что у большинства людей очень смутные представления в голове о трансцендентном. В целом, может быть, как и у меня. Но у нас есть прекрасная команда. Гасвами Махарадж, Бхакти Лолита, Традиш, Дина Шая. У нас есть преданные, которые хотят многое узнать. И поэтому, если даже армия не такая подготовленная, не забывайте о том, что на подготовку нужны годы. Но если в армии есть крутой генерал и хорошие офицеры, то армия начнет воевать. Рано или поздно она начнет воевать. Это пример Отечественной войны. Первое начало Отечественной войны. Такие потерянные русские люди, немцы наступают. Если вы посмотрите последние фильмы, через пять лет уже такие волки, которые прожженные на танках, они уже едут в Германию. Уже другое настроение. И говорят, что за Берлин люди воевали в последний день как звери. погибали. Но это было настолько желание победить, что вроде бы надо беречь себя. Война закончится через несколько дней, но люди шли в атаку. Они воевали очень жестоко. И воевали с СС самыми профессиональными войсками Гитлера. Поэтому это была очень жесткая рубка. Но они сами стали уже как бы настоящими воинами. Так и мы. Пока что мы, может быть, проходим, кто-то проходит обстрелку, кто-то так сказать еще не понял до конца, где он и что. Но все не должны быть трансцендентными. Все не могут быть трансцендентными. Но все должны верить. Верить мне я не могу доказать, я не могу достать какие-то духовные вещи и потрясти вам вот так. Но я верю, что они дали нам это. Я верю, что мы идем правильно. Это правильное направление. Я верю, что планетария это крутая идея, это благословил Гуру Деф, это хотел Швейцар Махараш, а потом был Асвальд Такур. Это получается. Я верю, что музыкальное, видео, аудио, телестудия это то, как мы должны проповедовать сегодня сознание Кришны. Я верю, что когда мы все это построим, придут более квалифицированные люди. Но сейчас еще они не готовы сюда прийти. Нет ни жилья, ни условий. У нас всегда мы с Виджаем говорили, первые храмы наши строили всегда зэки. У нас как там? Так что вы все зэки. Да. У нас Абхазия, то есть кто в Абхазию приезжал? Там Вишвапати, еще что-то. Когда уже сделали какую-то базу, уже более профессиональные люди. Поэтому, понимаете, мы сейчас закладываем базу. Возможно, сюда там через 10 лет. Мы же не делаем проект на один год. Да, то есть, посмотрите, мы 2-3 года всего прожили в Чельмайе, в Волклапленде. Мы уже здесь. Например, очень простой. Начали делать архивы Шидхара Махараджа, которым занимается Шьям. И теперь у нас есть уже продукт. Сейчас мы делаем архивы Гуру Дева, электронные книги. То есть, естественно, требует менеджмент, это требует креатива, это требует сплоченной команды. Нам очень много, чему надо научиться. И поэтому я закончу на сегодняшний день. Но я хочу сказать такую вещь, что главное, что у нас есть, это благословение наших учителей и милость Сарасвати Такура. И поэтому, когда мы открыли Ашем, его фотография была здесь. Я думаю, что не без его участия это место 100% получено. Это его желание. Шидхар Махараш говорил, я всегда из лавр, я всегда любил философию, я не любил быть публичным. Но с помощью интернета самое сокровенное может стать публичным. Поэтому многие сокровенные истины, которые есть у нас в архивах, они должны стать публичным достоянием. И Гаса Махараш сегодня в беседе сказал, конечно, всегда люди-интерпретеры. Люди не лазают в архивы, это единицы. Людям нужны люди, живые примеры. Я очень счастлив, что здесь, в этом месте, как и во всей нашей миссии сейчас Хришикеш, Махараш, Бхак Тилалита, многие другие преданные, они живые примеры. Они верят, живут и следуют. Это то, что нужно людям. По крайней мере, один адекватный вайшнав у нас должен присутствовать. Все остальные могут быть поварами, техниками, говорить, я падшая душа, я несовершенный. Но хотя бы один-два должны быть, которые следуют. не надо смеяться, это правда, потому что это требует долгого времени. Вы поймите, что мы говорили сразу, почему кто-то там курит или может выпить. Хридрога, болезнь сердца. Понимаете, сердце больное, хочется очень, ничего не может человек сделать с собой. Ни один деградант не деградирует просто так. Каждый нормальный человек деградирует, и он жалеет об этом. Самое страшное, когда человек деградирует и начинает себе присваивать положение Ниндзенанды, Прабу, или я такой великий, мне не нужны правила, мне не нужны предписания. Мы все деграданты здесь. У нас у всех больные сердца. Я про себя, по крайней мере, говорю. Не только у меня физическая болезнь, у меня болезнь сердца. Но я знаю, что эта болезнь сердца, как говорил Сарасвай, она гложет каждого. Но самая лучшая клиника, это когда больные начинают сами себя лечить и лечить других. Нам сейчас не нужны святоши. Основная проблема, что со святошами очень сложно. Может быть, один-два достаточно. Ты никогда не курил с детства, с рождения, ты никогда ничего плохого не делал. Ну, извини, брат. Нам нужны грешники, которые раскаялись. В аду чертей делают из грешников. Знаете об этом? В аду подходит и говорит, слушай, ты не хочешь поработать чертом, чтобы быстрее выйти? Я чертом? Да я знаю, как мучить. Меня же мучили. Понятно, да? Поэтому вы смеетесь, но это очень важная идея. Мы падшие души, но мы должны служить. Мы не должны думать, о, когда я стану совершенным, я начну служить. Может, ты никогда не станешь, как там, как Бхактилалита или там, Мадхусуддан Махараджа. Удивительные личности, их единица. Их единица. Но мы должны служить на своем уровне. Служение нас очистит. Огонь Санкиртана то, что нас очистит. Пока мы будем сидеть, говорить, я же такой несовершенный, поэтому я не могу служить. Нет. Я несовершенный, поэтому я должен служить. Я должен служить тем, кто выше, чем я. Поэтому я очень счастлив, что здесь собрались все преданные, которые каждый в чем-то совершенен. И мы должны увидеть, в чем вот он совершенен, в чем она совершенна, в чем он совершенен и служить этому. Это будет прекрасно. Мы должны видеть позитивное в других. Негативное. Мы должны делать какие-то выводы. Академия. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok